В 1993 году на выставке вооружений в Абу-Даби научное предприятие «Склав» впервые представило систему залпового огня «Смерч». Иностранные специалисты были ошеломлены. Прямо на выставке к представителям предприятия обратилась кувейтская делегация. Кувейт, подвергшийся в 1991 году агрессии со стороны Ирака, сразу после освобождения приступил к модернизации вооруженных сил. Предполагалась закупка оружия, которое могло сдержать потенциального противника. «Смерч», способный превратить одним ударом в пустыню почти 70 гектаров, подходил как нельзя лучше. Небольшая армия не могла себе позволить заниматься расточительством. Американцы, имевшие большое влияние на кувейтское правительство, попытались сорвать сделку и хотели навязать свою систему залпового огня, уступавшую российской по всем параметрам. Через два дня подписание контракта в Кувейте. Через два дня, вот скажем, от сегодняшнего дня. У меня нет визы. Мы звоним послу в Кувейт и говорим, ну, не получаем мы визу. Идет команда посла. Николай Александрович, выезжайте в аэропорт, вам виза будет. Приезжаю в аэропорт, в Шереметьево визы нет. Вылететь не могу. Уже в аэропорту генеральный директор научно-производственного предприятия «Сплав» Николай Макарович позвонил командующему пограничными войсками Андрею Николаеву. Разрешите мне вылететь в Кувейт без визы. На той стороне такое молчание, ну, типа, ты что, с ума сошел? Я говорю, цена вопроса 460 миллионов долларов. Объясняю, в чем дело. Он дает команду. Я вылетаю без визы. Ну, беспрецедентный случай. 25 июля 1995 года контракт на поставку нескольких дивизионов реактивных систем залпового огня «Смерч» был подписан. Для Кувейта российские системы залпового огня стали основой национальной обороны. Всего за 40 секунд только одна машина «Смерч» доставляет к цели 2 тонны взрывчатых веществ. Это почти в 10 раз больше, чем целая батарея крупнокалиберных орудий. В нашем фильме мы расскажем о драматичном противостоянии российских и западных конструкторов за лидерство в создании реактивной артиллерии, которая сегодня по мощи не уступает тактическому ядерному оружию. Реактивный удар. 1940 год. Европа охвачена войной. Между СССР и Германией заключен пакт о ненападении. Но многие понимают, столкновение двух держав не избежать. Вселять победный дух советских людей призвано кино. Один за другим выходят фильмы о русских полководцах. Сюда! Боготили! Истинный полководец тот, кто побеждает неприятеля, и не доходя до него. Побеждай с первомышлью, а потом делом. К сожалению, не все запомнили заповедь Суворова. 15 июня 1941 года нарком обороны СССР Тимошенко устроил на полигоне смотр новейших образцов артиллерийского вооружения. В самом конце показа на огневую позицию выехали необычные машины со странными металлическими горбами. Когда огненный шквал прекратился, потрясенный Тимошенко устроил подчиненным разнос. Почему о наличии такого оружия все молчали и не докладывали. Восстановление о серийном производстве реактивных минометов, которые получат ластовое прозвище «Катюша», вышло 20 июня, всего за два дня до начала войны. Многих это огорчит, но первыми в Великой Отечественной войне реактивный системный залп огня применили немцы. Применили они в первый день войны, в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Один из дивизионов, вот этих 15-сантиметровых дымовых минометов, бил огонь по Брестской крепости. Но в мире заговорили о чудо-оружии только 14 июля 1941 года, после знаменитого огневого налета по станции «Орша». В немецкие войска была разослана секретная директива, открывшая охоту за русскими огнеметными пушками. 7 октября 1941 года у деревни Богатырь Вяземского района реактивная батарея капитана Флёрова, та самая, что нанесла удар по Дорше, была окружена. Большая часть ракетчиков по главе с командиром погибли, но все же успели подорвать машины. Тем не менее, в руки немецкой разведки попали реактивные снаряды и несколько разбитых установок. Секретно. 12 января 1942 года. Берлин. Начальнику штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил Германии генерал-фельдмаршалу Вильгельму Кейтелю. Русские ракеты и установки не представляют интереса. Конструкция примитивна. Стрельбовые испытания показали, что ракеты уступают нашим турбореактивным снарядам по точности и кучности, что делает их применение малоэффективным. Директор ракетного центра штурмбанкюра СС Вернер фон Браун. Выводы знаменитого руководителя немецкой ракетной программы Вернера фон Брауна, будущего создателя немецкого оружия возмездия Фау-1 и Фау-2, были обескураживающими. Почему же Катюша наводила ужас на немцы? Это действительно факт. Потому что мы использовали Катюши только на тех направлениях, направлениях головного удара, где наносился головный удар. И там под Сталинградом было 25 пусковых установок на километр. При снятии осады Сталинграда уже в январе 1944 года, там было уже 45 установок на километр. То есть плотность огня была невероятная. Высокая боевая эффективность советских реактивных минометов все же заставила Вернера фон Брауна выделить группу по разработке неуправляемого реактивного вооружения. Но несмотря на множество изящных инженерных находок, создать что-либо близкое русским Катюшам по эффективности они так и не смогли. Советская реактивная артиллерия в годы войны продолжала совершенствоваться. В середине войны советские конструкторы создали 300-миллиметровый ракетный снаряд М-30. Залп орудий, а это 50 снарядов, приводил к тому, что взрывы как бы накладывались друг на друга, образуя один мощный взрыв. Чтобы еще больше его усилить, бойцы Красной Армии обвязывали эти снаряды таловыми шашками. В результате среди немецких ученых ходили слухи, что Советскому Союзу удалось создать атомную бомбу. Тем не менее, в конце войны наступил кризис в развитии реактивной артиллерии. Попытки увеличить дальность, на чем наставили военные, неизбежно приводили к резкому снижению точности стрельбы. К тому же у систем залпового огня появился мощный конкурент. 25 мая 1953 года в штате Невада впервые в истории человечества был произведен артиллерийский выстрел ядерным боеприпасом. Всего один снаряд поразил площадь в несколько квадратных километров. Ствольная артиллерия получила новые фантастические возможности для ведения боевых действий. Здесь другая мощность и другие возможности. Это возможности по массовому уничтожению, скажем, живой силы, раневых средств и другие. Глава Советского Союза Никита Крущев считал, что любой конфликт ядерных держав приведет к полномасштабной атомной войне, где решающую роль будут играть баллистические ракеты. Во второй половине 50-х годов по инициативе первого секретаря ЦК КПСС было принято постановление о сокращении артиллерии и прекращении разработок пушек. И пушкам тоже выносится приговор на сломство. Они доблестно послужили нашей родине. Ни один враг не мог устоять перед их огневой мощью. А теперь этот металл, переплавленный в мартенах, послужит народному хозяйству страны. Бесствольная артиллерия советская армия лишилась огневого прикрытия. Поэтому в 1957 году Главное артиллерийское управление объявило конкурс на создание реактивной системы залпового огня, сопоставимой с тактическим ядерным оружием по площади поражения. Победил проект малоизвестного в ракетной среде Тульского НИИ-147. Ныне государственного научно-производственного предприятия «СПЛАП». До этого институт занимался разработкой артиллерийских гильз, что и помогло выиграть конкурс. У всех перед глазами стоят снимки периода войны, когда ребенок или женщина стоят, точит и так далее. Нужно было перейти на совершенно другие технологии. И вот кто в то время обладал в области вооружения технологиями массового производства? Вот, как ни странно, этим обладали те товарищи, которые производили гильзы. Главным конструктором новой реактивной системы залпового огня, получившей название «Град», был назначен выдающийся инженер и ученый Александр Никитович Ганич, которого нередко называют «Калашниковым реактивных систем». Он сделал ставку на молодых конструкторов и технологов. Одним из тех, кто пришел в институт в те годы, был Геннадий Денишкин. Счастье, что работа по системе залпового огня в послевоенный период практически не прекращалась. В конце 50-х годов «Град» был революционной разработкой. Для достижения большой дальности двигатель снаряда сделали двухступенчатым. Применение раскрывающихся в полете стабилизаторов позволило использовать более компактные, защищенные трубчатые направляющие. Но каждое новое решение рождало серьезные инженерные проблемы. Ломались оси машины, выходил из строя электропривод на воду, разрушались и сами ракеты. При первом выстреле ракета, как только вышла с пусковой установки, разорвалась. Но группа Ганичева упорно шла к своей цели. Наконец, в 1961 году начались государственные испытания, которые возглавил заместитель министра обороны маршал Чуйков. И как назло сработал так называемый генеральский эффект. Во время залпа две ракеты не стартовали. Подобное происшествие могло надолго отложить принятие системы, а Ганичеву стоить карьеру. Ну, маршал достаточно просто на это дело посмотрел. Даже Александр Никитич Мышев, говорит, расстраивается. Ну, бывает так, что все это дело в жизни. Исправится, и все. Достаточно спокойно. Он человек достаточно мудрый, все-таки уже был. Фронтовик Василий Чуйков, прославившийся во время обороны Сталинграда, оказался правым. Конструкторы действительно исправили недостатки, создав простое и надежное оружие. 28 марта 1963 года реактивная система залпового огня ГРАД была принята на вооружение советской армии. Мы стараемся в ракеты. Основное направление, правление, залпом, огонь. 20 стариков, залпом, огонь. Благодаря использованию гильзовой технологии, сборка реактивных снарядов ГРАДА стала полностью автоматизированной, что резко снизило их цену. Первый ГРАД на тульском заводе «Штамп» стоил стоимость автомобиля «Москвич». Того периода. А потом, потом вот в 70-х, 50-х годах он стоил 240 рублей. Две зарплаты по 120 рублей. За создание системы ГРАД Геннадий Денишкин и еще несколько сотрудников сплава были награждены Ленинской премией. Удивительный факт, но за создание ГРАДА его главный конструктор Александр Ганичев никаких наград так и не получил. Его представили к званию Героя социалистического труда, но какому-то крупному партийному чиновнику понадобилась звезда, и Ганичева в последний момент вычеркнули из списка. Заслуженное звание он получит только в 1971 году, уже за другие разработки. Но в истории отечественного оружия Александр Ганичев навсегда останется отцом системы ГРАДА. Каждая установка ГРАДА могла всего за 20 секунд обрушить на головы противника 40 реактивных снарядов, которые создавали зону сплошного поражения на площади почти 4 гектара. Вскоре ГРАД в боевых условиях доказал, что мало уступает по значению тактическому ядерному оружию. 16 октября 1964 года в 13 часов по пекинскому времени в КНР было взорвано первое атомное устройство. Спустя несколько дней глава Китайской республики Мао Цзэдун выдвинул СССР территориальные претензии на полтора миллиона квадратных километров Преамурья и Приморья. На советско-китайской границе начались стычки, которые носили все более ожесточенный характер. 2 марта 1969 года в районе острова Даманский советские солдаты были встречены огнем с китайской стороны. 21 пограничник был убит. Пытаясь спасти оставшихся в живых, подоспевший с соседней заставы наряд под руководством лейтенанта Бубенина совершил дерзкий обходной маневр на бронетранспортере. Когда ворвались в район, в положение батальона, вышли на командный пункт, и китайцы нас в упор открыли огонь буквально из пулеметов, с автоматов, и БТР весь как барабан был такой. Советским пограничникам удалось отстоять остров. 15 марта вновь произошло столкновение. Китайцам удалось потеснить оборонявшихся солдат и подбить сверхсекретный танк Т-62. И тогда командование мотострелковой дивизии приказало нанести по китайским позициям удар системам Иград. Совершенно секретно. 15 марта 1969 года. Ленгли, штат Вирджиния. Директору ЦРУ Ричарду Хелмсу. По информации нашего источника в китайской народной армии, сегодня в бою за остров Даманский русские применили новый вид оружия. Площадь огневого поражения составила 10 километров по фронту и 7 километров в глубину. Потери китайцев свыше 800 солдат и офицеров. Начальник Сайгонского отделения ЦРУ Джон Холби. В конце 60-х годов, благодаря широкому внедрению бронетранспортеров и БМП, быстроходных танков и самоходных орудий, резко возросла мобильность и защищенность войск. Данное обстоятельство вынуждало увеличивать глубину поражения и огневую мощь реактивной артиллерии. Ганечев, предвидя это еще в 1969 году, написал докладную записку «Главное артиллерийское управление о возможности создания реактивной системы повышенных мощности и дальности». Учитывая великолепные результаты ГРАДА, идея нашла поддержку военных. И вскоре вышло правительственное постановление о разработке системы «Ураган». Мощность будущего снаряда определил начальник ГРАУ Павел Кулешов. Вот он сидел, когда обсуждали, какую же головную часть сделать, он говорит, вот я раз попал во время войны под 100-килограммовую бомбу, так, вот, говорит, страху натерпелся, давайте сделаем головную часть, 100 килограмм, так и сделали. К этому времени Геннадий Денишкин стал одним из ведущих конструкторов сплава. Его назначили начальником научно-исследовательского отделения института, где рождались новые смелые идеи. Вскоре для ракет «Урагана» впервые в истории систем залпового огня была создана кассетная боевая часть. Для этого внутри ракеты разместили несколько десятков осколочных снарядов, которые при подлете выбрасывались на цели. Из-за того, что они подходили к земле под углом 90 градусов, после взрыва все осколки разлетались в параллельной поверхности, обеспечивая тем самым максимальную площадь поражения. Но работа над «Ураганом» шла тяжело. 13 августа 1975 года, когда в семье Денишкиных родился второй сын Дмитрий, домой его вместе с женой Геннадия Алексеевича привезли коллеги по работе. Сам отец семейства в этот день был на заключительном этапе госиспитаний «Урагана». Это нормальное явление, ведь не скажешь, вот хорошо, я не поеду, потому что послезавтра у меня сын рождается. В 1975 году система «Ураган» была принята на вооружение. По сравнению с «Градом» дальность увеличилась почти в полтора раза и достигла 35 километров. Благодаря кассетной боевой части площадь поражения «Урагана» превысила 42 гектара. Залп батареи был равносилен по мощи удару тактической ядерной ракеты. «Ураган» прекрасно проявил себя в ходе афганской войны. В апреле 1983 года бандформирования Исламской партии Афганистана под командованием войскового капитана Турана Исмаила практически парализовали второй по величине город Герат. По тревоге был поднят дивизион «Ураган». Его первый же залп произвел неожиданный эффект не только на Маджакеда. Находившиеся неподалеку бойцы афганской армии начали в панике разбегаться. Делали пуски, они просто молились, просто начинали молиться. И после этого они называли стрелы Магомеда, наши снаряды, которые выпускали мы с «Ураганов». После применения «Ураганов» осада с Герата была снята, а боевые действия прекратились на несколько месяцев. «Ураган» получился более универсальным, чем «Град». Кроме поражения живой силы осколочными боеприпасами, он применялся для дистанционного минирования. Каждая ракета несла по 30 минут. Успешный боевой опыт «Града» и «Урагана» заставил американцев, ранее делавших ставку на управляемое ракетное оружие, пересмотреть свои взгляды на системы залпового оружия. Совершенно секретно. 20 августа 1983 года. Москва. Начальнику Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил СССР Петру Ивашутину. Соединенные Штаты совместно с их союзниками по НАТО Германии, Франции, Великобритании и Италии создали консорциум по производству системы залпового огня МЛРС. Начальник первого управления ГРУ Генерального штаба вооруженных сил СССР. В МЛРС американцы воплотили новое представление о ведении войны. В закрытом центре исследований и развития вооружения США были проведены испытания, которые показали, что после 30 километров разброс снарядов становился неконтролируемым. Поэтому дальность стрельбы будущей системы ограничили этим расстоянием. МЛРС отличала высокая степень автоматизации. В ней использовались космическая навигация и самые современные компьютеры. Если сравнивать с ураганом, который почти на 10 лет раньше ее был создан, то она, конечно, прямо скажем, наверное, лучше. Кроме того, МЛРС могла стрелять тактическими высокоточными ракетами. Впервые западные конструкторы превзошли советских коллег в разработке системы реактивной артиллерии. 8 июня 1982 года, выступая в британском парламенте, президент США Рональд Рейган призвал свободный мир к крестовому походу против коммунизма. Это были не пустые слова. В Западной Европе срочно разворачивались новейшие ракетные комплексы первого удара. ЦК КПСС и советское правительство поставили перед коллективом сплава сложнейшую задачу. Разработать систему залпового огня, способную поражать тактические ядерные установки противника на большом удалении от линии громко. Известно, что чем дальше неуправляемая ракета летит, тем абсолютные отклонения от точки цели становятся все больше и больше. И на десятки километров, или на 50-70, это уже расстояние от цели превращается в километры. Конструкторы сплава решили подкорректировать снаряд в полете. В системах залпового огня этого еще никто не делал. Вот когда ракета вылетает с направляющей, гироскоп, запомнив положение ракеты, начинает работать так. И если ракета начинает отклоняться в какую-то любую сторону, в эту сторону, в противоположной стороне, перекрывается сопло, и туда газ не поступает. Новая система получила название СМЕРЧ. Работа над ним еще только начиналась, а конструкторский коллектив сплава понес тяжелую утрату. 2 января 1983 года скончался Александр Ганичев. Каждый шаг в послевоенном развитии реактивных систем давался ему колоссальным напряжением. Напряжение, которое, конечно, все это, пожалуй, стало и больше всего сказывалось на Александра Никитича Ганичева, потому что человек до 64 года, он ушел из жизни, на 65-м перед этим он 3 инфаркта перенес. Дальнейшую работу по созданию СМЕРЧа возглавил его ученик Геннадий Денишкин. В 1985 году, в разгар госиспытаний системы СМЕРЧ, на Тульский сплав пришел новый генеральный директор Николай Макаровец. За его плечами уже был серьезный опыт. За участие в создании двигателя первой советской твердотопливной ракеты он был награжден Ленинской премией. Макаровец быстро завоевал авторитет среди сотрудников сплава. Во многом этому способствовала дружба с главным конструктором Геннадием Денишкиным. Он не только герой соцтруда и лавуреат Ленинской государственной премии, но еще один из лучших специалистов по приготовлению квашеной капусты. Капуста Денишкина – это особый шарм. Работа над СМЕРЧем стала одной из самых сложных в истории предприятий. В ней участвовали десятки СМЕЖников. Большой вклад в разработку внесли конструкторы Мотовилихинского завода, разработавшие уникальную боевую платформу. Легкость, с которой машина проходит по бездорожью, поразительна. 12 ракет СМЕРЧа, каждая весом с небольшой автомобиль – это почти 10 тонн. Чтобы удерживать и наводить подобную конструкцию, в Ковровском институте сигнал были разработаны уникальные гидроприводы. Они способны удерживать направляющую с точностью в сотые доли градуса. Оригинально была решена задача устойчивости при залпе. Передняя часть машины остается на колесах, а задняя приподнимается на опоры. Причем гидравлика автоматически компенсирует уменьшение веса машины при стрельбе и проседании грунта. 17 мая 1985 года новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев подписал указ о борьбе с пьянством. Это вызвало ликование женской половины Советского Союза. А вот для создателей смерчи вино оказалось насущной необходимостью. Испытания проводились в Оренбургских степях. Воды катастрофически не хватало даже для питья. И качество ее было ужасным. Наши доблестные офицеры под нажимом гражданских отцепили однажды у одного состава цистерну с вином Агдамом. Мы ходили с ведрами, брали по несколько ведер на компанию. Из одного ведра умывались. Умывались. Умывали лицо, руки, полоскали рот. Ну, а со второго промывали желудок. После тяжелейших испытаний в 1987 году реактивная система смерч была принята на вооружение Советской Армии. По могуществу и дальности она до сих пор не имеет равных в мире. Площадь поражения по сравнению с ураганом возросла в полтора раза и составила 67 гектар. Даже немало повидавший на своем веку маршал артиллерии Владимир Михалкин был поражен огневой мощью новой системы. Это было такое впечатление. Море огня, дыма, грохота. И вот мы полутора километров наблюдаем. И я до того был уверен, что снаряд ни один не прилетит к нам. Я верил в это оружие. Но самым удивительным качеством смерча стала невероятная точность. Отклонение не превышало 10-20 метров. Такие показатели были уже сопоставимы с высокоточными ракетами. Появление смерча вызвало даже определенные, я бы сказать, удивление и фурор. Как это удалось сделать советским русским конструкторам такую идею воплотить в жизнь. Подготовка к бою смерча после получения целеуказания занимает всего 3 минуты. Полный залп 38 секунд. А уже через полторы минуты машина снимается с места. Поэтому система практически неуязвима для ответного огня противника. Опыт полученный при создании крупнокалиберных комплексов «Ураган» и «Смерть» позволил создать уникальное оружие. Тяжелую огнеметную систему ТОС-1, названную «Буратино». Реактивный снаряд для нее также создавали на предприятии «Сплан». В 1989 году ТОС-1 еще находилась на стадии испытаний. Но неожиданно из Москвы пришел необычный приказ. Звонит министр обороны и промышленности Белоусов Борис Михайлович. Николай Александрович приезжает завтра на совещание. Вот перед нами стоит задача. Некоторые современные вещи, ну в частности он назвал снаряд «Буратино». Надо быстро поставить в армию. Планировался вывод последних частей советских войск из Афганистана. И маджахеды готовились дать им последний бой. Командование 40-й армии решило нанести упреждающий удар по базам боевиков. Для этого и нужна была новая система. На доводку ракеты сплаву было дано всего два месяца. Специальным постановлением правительства предприятию разрешили работать 7-8 ноября, что было запрещено Конституцией. Люди трудились как во время войны. Когда вот рабочий работает, у него кровь с носа бежит, значит, перегрузка большая из-за внимательности, потому что надо вот точно детали сделать, все. Говорю, ну уходи, ну что-то, так сказать, смей мне. Мы знаем, для кого это делаем. Это там наши детишки, наши ребята. Опыт боевого применения системы ТОС-1 в Афганистане показал ее высокую эффективность. В отличие от систем залпового огня, большую часть длины ракеты «Буратино» занимает боевая часть, а не двигатель. При срабатывании взрывателя сначала распыляется термоварическая смесь, а затем подрывается образовавшийся обувь. В районе взрыва происходит выжигание кислорода и образуется мощный скачок давления. Последствия применения боеприпасов одной установки «Буратино» сопоставивы с залпом целой батареи сорокосвольных градусов. Маджахеды устроили за командирами таких машин охоту. За голову командира за поимку давался «Мерседес» 100 тысяч долларов. Там был отряд из нескольких машин, в то время их столько было. И это было очень грозное оружие. 10 апреля 1990 года в Кремлевском дворце съездов создателям «Смерча» должны были вручить Ленинскую премию, а главному конструктору Геннадию Денишкину – звезду героя социалистического труда. Горбачев опаздал. Он вел тяжелые переговоры с министром иностранных дел Великобритании Дугласом Эрдом по объединению Германии. Я пришел взвинченный после этих, единственное, что спросил, меня когда вручал и пожимал руку, это за оборонку, я говорю, да, и все так. Когда Ельцин вручал орден за заслуги перед Отечественной третьей степени, тут просто ничего не сказал, так, просто вручил, повесил и делал конец. Обида конструктора понятна. Все дело его жизни рушилось вместе со страной. Тульский сплав оказался на грани закрытия. Нужно было учиться выживать в новых условиях. Первым успехом предприятия на внешнем рынке стал контракт с Кувейтом на поставку системы «Смерч». В 1997 году 1-й дивизион вместе с кувейтскими экипажами был готов. Накануне этих стрельб я спрашиваю тех, кто будет стрелять в экипажи, вы как будете стрелять, с боевых машин или вы будете с выносных пультов? Нет, мы будем с выносных пультов. Я говорю, ну это же не позволительно, что вы будете выбегать, вот сидят руководители стран. Мы говорим так, мы садимся рядом с вами в машине для придания вам уверенности. Уверенность конструкторов убедила кувейтских специалистов в безопасности, и они решили стрелять из машин. Успешный контракт с Кувейтом позволил предприятию продолжить совершенствование реактивных систем. В 1996 году для смерчи, впервые в мировой практике реактивной артиллерии, был создан снаряд с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами. В заданной бортовым компьютером точки происходит отделение головной части ракеты, из которой выбрасываются пять боевых элементов. Опускаясь, они сканируют поле боя в поисках танков. Обнаружив тепло двигателя, боевой элемент выстреливает плазменное ударное ядро, которое летит со скоростью 3000 метров в секунду, поражая танк в слабо бронированную верхнюю часть. Со 100 метров пробивает броню гомогенную 70 миллиметров за динамической защитой. Сегодня такой брони практически нету ни одного танка. В 2005 году для реактивных систем залпового огня в Ковровском институте «Сигнал» был создан комплекс автоматизированного управления огнем «Капустник-Б». Эти машины являются мозгом артиллерийских батарей и дивизионов. Всего за несколько секунд «Капустник-Б» способен получить информацию о противнике от различных средств разведки, спланировать огневой налет и передать целеуказания каждой установке. «Принимал он участие, как говорят, любят сейчас в локальных событиях там. И показательно у нас проездила туда бригада. И, конечно, молодой офицерский корпус это воспринимает очень хорошо. Они туда солдатам не разрешили в сапогах заходить, грязь заносить нельзя. Пришли в этот дивизион, он был в боевых действиях, и мы его сейчас восстанавливаем на восстановительном ремонте. И на нескольких машинах мы увидели звездочки. Вот звездочки, это было 100 ударов нанесения с этой машины. То есть эффективно. На нескольких машинах было по три звезды. Для артиллерийских полков, оснащенных системами СМЕРЧ, был разработан новый комплекс разведки и наблюдения поля боя. Поиск и слежение за целью производится с помощью беспилотного аппарата «Пчела» в режиме реального времени. Однако роботизированному разведчику необходимо прорываться через порядки ПВО противника. Поэтому конструкторы сплава предложили оригинальное решение. Это одна из последних разработок конструкторов Тульского сплава. Беспилотный самолет-разведчик, который направляется к цели прямо в ракете СМЕРЧа. Нам впервые разрешили его показать. В отличие от других беспилотных аппаратов, этот практически неуязвим. Дело в том, что в режим самостоятельного полета этот беспилотный аппарат выходит непосредственно над целью и ведет разведку в течение 20 минут. Этого времени вполне достаточно, ведь чтобы произвести залп, требуется всего 38 секунд. Так что при необходимости удар можно и повторить. Хотя это вряд ли понадобится. Уцелеть после огневого налета СМЕРЧа еще никому не удавалось. Сегодня развитие самой мощной в мире реактивной системы залпового огня СМЕРЧ продолжается. Последние модификации этой системы уже имеют дальность 90 километров. И это не предел. Конструкторы уже планируют ее значительно увеличить. Красная. Целька еще первая. Х. 63-02-500. И. Шестая. 590-250. 800. Расход 48. Готов нас один положить. Ямаль-то прием. Малька. Я Роса. Готов нас один. Роса, ямаль-то прием. Малька, я Роса. Роса, пуск. В конце 2006 года официальный ежегодник военный баланс аналитического управления Пентагона выступил с заявлением, что за последние 10 лет российская армия достигла наилучшего состояния. Россия при бюджете в 25 раз меньше американского высокими темпами проводит поэтапную модернизацию и обновление своего вооружения. При этом аналитики указывают, что численные параметры вооруженных сил за то же время уменьшились в 4 раза. Лучше быть в безопасности, чем сожалеть, говорится в старинной английской пословице. Резко сокращая армию, нужно в несколько раз повысить эффективность ее оружия. Это хорошо понимают на тульском предприятии «Сплав». Сегодня здесь разработана реактивная система залпового огня нового поколения «Торнадо». Она станет двукалиберной, объединив на одной платформе «Ураган» и «Смерч». Автоматизация стрельбы достигнет такого уровня, что установка сможет покидать позицию еще до того, как снаряд достигнет цели. «Торнадо» сможет поражать цели как залпом, так и одиночными высокоточными ракетами. И по сути станет универсальной тактической ракетной системой. Но именно залповый огонь позволяет преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Поэтому реактивная артиллерия может стать одним из важнейших факторов обеспечения безопасности государства, которым более полувека назад стало ядерное оружие.